Ветеранские организации создавались с целью защиты интересов граждан пожилого возраста. Но ветераны ведь в большинстве своем обладают опытом, которым готовы щедро делиться с молодежью. И для них очень важно, чтобы власть была заинтересована в использовании этого опыта. Время сейчас такое, что надо объединять все усилия для достижения общей цели. Кстати, и президент озвучил это в своих выступлениях. Итак, сотрудничество ветеранских организаций с органами власти имеет в нашем городе свою историю и замечательные традиции. Об этом мы и хотим поговорить сегодня в нашей студии. Ольга Баранова, директор Самарского дворца ветеранов. Добрый вечер. Добрый день. Добрый вечер. И Владимир Пронин, председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и самое главное, что мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Это телефон, который все вы хорошо знаете и по которому можно позвонить для того, чтобы задать свои вопросы. Итак, Ольга Николаевна, вот я уже сказала, что сотрудничество власти и ветеранских организаций имеет традиции и корни. А ваше мнение, заинтересована власть во взаимодействии с ветеранскими организациями? Однозначно заинтересована. Из 30 лет, которые имеет история создания городского совета ветеранов, 16 лет, что называется нога в ногу с ветеранским движением, это муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара, дворец ветеранов. И одним из приоритетных направлений нашего учреждения как раз и является социальная поддержка, социальное партнерство с некоммерческими общественными организациями ветеранов. И в этом направлении делается очень много. Прежде всего по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. То есть мы обладаем, как вы правильно сказали, тем уникальным ресурсом, который называется ветераны. Люди, которые прошли и горнила Великой Отечественной войны, восстанавливали разрушенное хозяйство послевоенное. Это более молодое поколение людей, которые участвовали в локальных конфликтах. Это более молодое поколение, которые являются ветеранами труда, к примеру. И совместно с городским советом ветеранов, ветеранское движение у нас в городе очень большое. Один городской совет ветеранов насчитывает более 300 тысяч человек. Мы пытаемся координировать усилия ветеранских организаций, пытаемся объединить вот это такое крупномасштабное ветеранское движение. Мы реализуем ряд уникальных проектов, которые призваны повысить авторитет людей пожилого возраста, ветеранов, которые участвовали в тех событиях, которые я перечислила. В частности, одним из проектов, который мы реализуем с 2010 года, является Виртуальный музей истории ветеранского движения городского округа Самара. Для чего создан этот ресурс? Прежде всего, для того, чтобы сохранить, увековечить память о людях, которые стояли у истоков создания ветеранских организаций. Рассказать, чем живут организации сегодня, какую работу проводят, и все это проиллюстрировать в фотоальбомах, в тех книгах, которые они пишут, однозначно. Это нужно и самим ветеранским организациям, но прежде всего, более молодым людям, которые видят вот это виртуальное пространство в приоритетном, так сказать, пространстве. И они могут использовать и используют эту информацию не только в качестве такой, для информации, а для написания каких-то исследовательских работ вообще по данной тематике. И для нас такой интересный результат, что на сегодняшний день Виртуальный музей располагает информацией о 24 ветеранских организациях, причем самых разноплановых. Первое направление – это ветераны, участники Великой Отечественной войны. И здесь наш Виртуальный музей рассказывает о малолетних узняках фашистских концлагерей, об уникальной организации, которая называется Самарский областной совет с женщин-участницей Великой Отечественной войны. И, к сожалению, вот эти организации уходят. На сегодняшний день вот тот же областной совет – это пять женщин-участниц Великой Отечественной войны, которые в строю. И как раз наш музей позволяет сохранить эту историю, передать рассказ о тех людях, которые стояли, составили основу, цвет, так сказать, этой организации. Ольга Николаевна, мы продолжим этот разговор, но давайте в приоритет поставим, наверное, звонки наших зрителей, и у нас уже они есть, и начнем потихоньку отвечать. Хорошо? Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ветеран вооруженных сил. Хотелось бы услышать, знаете что? А как вас зовут, скажите, пожалуйста? Константин. Вот так вот, Константин. Очень приятно. Итак, какой вопрос? Ну, вопрос простой. Там транспортная карта, она вот как-то недавно перестала, скажем так, быть длинной. А стала короткой. Начало 50 поездок. Теперь, я не знаю, вот 60 сделали вроде бы в червале, а вот в марте даже не понятен. Константин, на самом деле мы вопрос ваш поняли, и мы знали, что такие вопросы будут, правда, мы обсуждали перед эфиром, и, в общем-то, наверное, готовы ответить, да, Владимир Николаевич? Ну да. Константин, значит, вопрос заключается в том, что вот проездная карта, этот закон был принят, но он принят был немножко в сыром виде, и мы этот вопрос задавали и в губернскую думу, и Виктор Федорович непосредственно уже отвечал по данному вопросу. Очень много нареканий пришло в тот период времени по этой карте, и сейчас, в настоящий период времени, этот вопрос дополнительно решается, потому что сейчас дополнительно вроде дали 60, но, как говорится, на будущее еще именно будет пересматриваться, это, скорее всего, закон, вот, и будет принято совсем другое решение. Поэтому сейчас мы его обострять не будем, вот, но в ближайшее время, я думаю, если очень какие-то сложные вопросы или скоротечные у тебя вопросы есть, приезжай ко мне в Совет ветеранов на Мичурино-76, мы с тобой все вопросы эти обсудим, и что нужно, это, как говорится, постараемся решить. Но главное, что мы сейчас никому не морочим голову, вопрос будет решаться, это правильно? Да, этот вопрос решается, и поэтому просто он, оно сейчас, этот вопрос находится просто в подвешенном виде, вот, а, поэтому сразу такие вопросы, они быстро не решаются, потому что это было принято на заседании, это губернской думы, поэтому нужно возвращаться назад и по новой рассматривать этот вопрос. Спасибо за звонок, 202-11-22, это телефон, по которому вы можете звонить к нам сюда в студию, а также наш режиссер показывает на экране телефон 271-66-50, это, собственно, номер, также, наверное, хорошо вам знакомый, это номер как раз Городской Совет ветеранов, и по нему вы также можете звонить, если у вас какие-то вопросы возникают. Ольга Николаевна, возвращаясь к Виртуальному музею, правильно я вас поняла, что он уже работает, его уже можно видеть? Его можно видеть, он работает с 2010 года. Вот, скажите, пожалуйста, отслеживаете ли вы посещаемость, есть ли уже интерес к этому ресурсу? Интерес однозначно есть, и вы знаете, он с каждым днем возрастает, потому что и в общеобразовательных школах, как бы, вот это уклонно-патриотическое воспитание, он постоянно присутствует, проводятся конференции, проводятся какие-то мастер-классы, проводятся другие формы организации учебно-воспитательной деятельности, где одной из тем является как раз актив ветеранского движения городского округа Самара, Самарской области, и дети используют наши материалы в своих исследовательских работах. Кроме того, сам формат очень интересен, то есть это музей, которого нет в реалиях, его нет фактически, он есть в сети интернет. Да, не надо тратить время куда-то ехать. Не надо тратить время, не надо выходить, да, из дома, собственно, должен быть компьютер и выход в интернет, и достаточно набрать в поисковой системе виртуальный музей истории ветеранского движения, или выйти на сайт дворца, и там есть ссылочка, и что называется, погулять в виртуальном пространстве этого музея. И самое главное, что в отличие от многих интернет-ресурсов, там все достоверно. Там все достоверно, в том числе и есть особая страница, особая комната городского совета ветеранов. И я вот перед тем, как прийти сюда, как раз открыла, погуляла по, так сказать, виртуальным, по коридорам, да, виртуального музея, и узнала, что как раз 26 февраля 1987 года, собственно, и была создана городская общественная организация ветеранов, и она в этом году отметила свое 30-летие. Вот, очень важный вопрос. Я напомню нашим зрителям, если вдруг кто-то опоздал к началу, что сегодня у нас в гостях Ольга Баранова, директор Самарского дворца ветеранов, и Владимир Пронин, председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Мы работаем в прямом эфире, 202-11-22. Это телефон нашей студии. Владимир Николаевич, 30 лет – это, конечно, история, это много людей, много имен, много моментов. Но, вот, что важнее всего, на ваш взгляд, из итогов, которые, наверное, подводятся к каждому юбилею? А вот что за эти 30 лет вообще сделано такого, что стоило бы сделать, и ради чего стоило бы организовывать этот совет? За 30 лет прошло очень много времени. Это практически поколение уже одно. Оно ушло. Вот, те, которые создавали непосредственно и городской совет, и областной комитет. Вот. И самое главное то, что в первую очередь это все произошло после того, когда после Великой Отечественной войны стали люди уходить на пенсии и так далее. И они ищут общение. Вот я просто немножко, если про историю говорить, это очень долго придется рассказывать. Просто хочу сказать про ветеранов. Ветераны – это та категория людей, которая, особенно то поколение, это люди неугомонные, это люди воспитанные совсем в другом направлении, это люди преданные своей стране, государству своему. Они непосредственно защищали свою страну от… Все прекрасно знают от кого, от фашизма. Это можно повторяться. И после всего этого их, когда люди уходят на заслуженный отдых, им всегда чего-то не хватает. Это люди очень энергичные. Они энергичные, они стараются общаться, встречаться, разговаривать, вспоминать. И поэтому вот эти добыть строю. И вот эти вот общественные организации, они как раз нужны для того, что именно, уже и Ольга Николаевна говорила, это именно вести молодое поколение. Молодое поколение и вести их по тому направлению, которое действительно реально нужно нашему обществу, нашей стране. Я фамилии не называю, потому что фамилий за 30 лет очень много прошло. Владимир Николаевич, оно ведь, мне кажется, не очень-то и ведется, молодое поколение. У них же сейчас на все свой взгляд, свои решения. А мы сейчас остановимся над этим вопросом. Вопрос заключается в том, вопрос заключается в чем. Когда в прошлом веке там и общество было немножко другое, и, как говорится, социализм, а тут у нас непонятно ни социализм, ни коммунизм, ни капитализм, вообще в каком обществе мы живем. Но самое главное, что рыночное. И в тот период времени там общественные организации, они вели активную работу по воспитанию молодого поколения. Молодого поколения они воспитывали и в школах, они воспитывали в учебных заведениях, были направления. И плюс ко всему они вели обучение и направление воспитательной работы и на рабочих местах, в цехах, на заводах. Это говорит о многом. Потому что, действительно, начиная, как говорится, с самого младенческого возраста, у нас молодежь, она готовилась к тому, что она должна жить, уважать, любить, защищать. А вот переходом немножко в 90-е годы, которые немножко, как говорится, так подорвали. Не то, что нашу экономику и всю страну. Нам очень много насоветовали представители из зарубежья, как говорится, так насоветовали, что до сих пор мы никак не можем отдышаться от этих советов. И поэтому немножко молодежь, она хорошая молодежь, никуда от этого не денется. Но я сам вспоминаю 90-е годы, я сам военный. Я вспоминаю, какие в армии люди были, которые сейчас настоящие перед временем. Нет промежутки в 90-е годы, как армия в каком состоянии была. Потом сейчас настоящие перед временем. Не смотрел на молодежь, у меня дети тоже самое, выросли уже. Я вспоминаю, когда в 90-е годы ветераны, пожилые люди садились в трамваи, садились в автобусы. И как относилась молодежь к ним? Очень просто. Это было ужасно смотреть. Никто ни на кого не обращал внимания. У кого кулаки больше, как говорится. И голос зычнее. Они никого не признавали, никого не убивали. Сегодня по-другому? Конечно, было совсем по-другому. Отношение было совсем другое. Сейчас же, в настоящий период времени, после уже этих 90-х, нулевых, как мы говорим, именно общественность, общественная организация особенно, потом подключились тут не только ветераны Великой Отечественной войны, как говорится, локальных войн. Это афганцы непосредственно, потом Чечня, то же самое, в Закавказье. Это молодые люди, которые прошли жернова вот этой войны, когда человек, человек, который видел, как говорится, смерть, он воспринимает совсем жизнь по-другому. Вот. Даже можно сравнить ребят, которые служили, и кто не служили, и уже отношение совсем другое. Вот у меня сын служил, до армии он был, представлял о жизни совсем по-другому. Он был такой, как молодежь, так, так, так себе, понимаете? А вот после армии пришел, когда, начиная разговаривать, он совсем другой. Я его начинаю понимать, он меня начинает понимать. Да, Владимир Викторович. И сейчас, секундочку, вот, и сейчас, получается, вот, работа ведется и в школах, и в учебных, высших учебных заведениях молодежь обновилась, как говорится, как будто она родилась заново, понимаете? Она стала понимать, что такое наша страна, что такое наше государство, что такая наша родина. Они стали изучать историю нашего государства, историю своей малой родины, и это о многом говорит, понимаете? Вот мы с вами сейчас говорим о том, ради чего стоило прожить вот эти 30 лет и проработать. Вот первый пункт вы назвали «Работа с молодежью». А что еще? Ну, вопрос, который был первостепенен, это в те времена, это непосредственно забота о ветеранах, это первостепенно о пожилых людях. Те люди, которые действительно, может, и грубо я скажу, заработали свою пенсию своим хребтом, как говорится, они работали, не покладая рук, они восстанавливали свое государство, они полностью имели право на отдых, на медицинское обслуживание, вот. И чисто жить спокойно, и, как говорится, потому что эти люди работали всю жизнь на свое государство. Они на государство отработали, теперь государство должно работать на него. И самое главное, чтобы государство и органы власти не забывали об этом, вот что вопрос. И вот за 30 лет, за 30 лет, ну, 90-е мы убираем в сторону, вот последние, грубо говоря, 15 лет, уже чувствуется, что действительно немножко восстановилась вот эта забота о ветеранах. Раньше же и пенсии не давались никому, вы представляете, что творилось? Люди есть, не было, пить, они вот ходили, бабульки, дедульки, это, извините меня за выражение, по помойкам ходили, это, собирали там непонятно что. А сейчас, в настоящий период времени, и пенсии нормальные, особенно ветеранов, которые непосредственно участники Великой Отечественной, кто приравненный к ним, участники локальных войн, вот, они, эти пенсионеры довольно-таки неплохо получают пенсию. И в настоящий период времени, я бы сказал, что даже наша молодежь немножко завидует им, потому что действительно люди, они заработали пенсию. А сейчас я не буду вдаваться в подробности, по-разному каждый работает и стараться как-то обмануть, или государство хочет обмануть, или хочешь обмануть себя. Самое главное, в первую очередь, человек обманывает себя, потому что государство обмануть очень тяжело. Да, я поняла вас. Давайте напомним нашим зрителям телефон студии 202-11-22. Звоните к нам, у нас еще время есть. Ольга Николаевна, я хочу, чтобы вы к нам подключились. Вот Владимир Николаевич сказал, что один из очень важных пунктов – это забота, защита ветеранов. Да, прежде чем вы ответите, будем слушать звонок. Алло, слушаем вас. Меня зовут Наталья Витальевна. Да, здравствуйте. Вопрос в общем мой заключается. Я ветеран Самарской области. Уже всем известно, что их, ветеранов Самарской области, лишили этих гласчастных 621 рубля, как льготы. Так вот, как можно добавить 400 рублей и при этом отнять вот этот самый 621 рубль? Будьте любезны, где логика? Да, спасибо за звонок. Мы, к сожалению, или к счастью, не знаю, не власть, но отвечать все равно будем, правда? Будем, конечно, обязательно. Вопрос вот этот экономический, как всегда. И нужно разговаривать на эти вопросы нормальным русским языком, как говорится, чтобы люди это все прекрасно понимали. Но если мы сейчас будем вдаваться в подробности, Наталья Витальевна, да, вот, давайте сделаем очень просто. Вот, чтобы вы это не отвлекались, давайте подъедьте ко мне на Мичури на 76, когда вам удобно. Хоть завтра подъедьте, где-то в 10, в 11 часов утра. И мы с вами как раз проведем вот эту беседу по поводу того, что кто был ветераном непосредственно труда там в Самарской области, кто там в России и так далее и так подобное. И на нормальном русском языке будем разговаривать, потому что в экономические проблемы, это расчеты, я не буду вдаваться. А когда приедете, мы посмотрите, что у меня какие свои записи есть, когда я встречался тоже с руководством, и мы с вами поговорим, я вам расскажу, что в чем причина. Там опять вопросы идут малоимущим, там незащищенным людям. Это очень длительный вопрос, если мы будем сейчас говорить, у нас все время уйдет непосредственно на это. Ну мало ли, если человеку сложно и не получается подъехать, можно, наверное, позвонить. Да, и телефончик есть там. Да, телефон мы показываем периодически, записывайте, пожалуйста. Так вот, Ольга Николаевна, по поводу защиты и заботы, вот вы бы что назвали из этого перечня, вот что делаете вы конкретно? Во дворце ветеранов. Конечно, конечно. Собственно, любой человек, ветеран, пожилой человек, пенсионер, имеет возможность прийти к нам и получить ту услугу, для чего, собственно, создан дворец. А дворец создан для удовлетворения духовных, интеллектуальных, культурно-досуговых, оздоровительных и иных потребностей ветеранов и пожилых граждан. То есть в зависимости от того, в чем человек нуждается, мы стараемся ему помочь. Это не только развлекательная функция? Это не только развлекательная, это оздоровительная, например. Если человек располагает временем и желанием заняться здоровьем своим, то это клуб мудрости здоровья и группа оздоровительная. То есть они два раза в неделю приезжают во дворец и занимаются оздоровительной гимнастикой. То есть вот в таком роде мы, в таком виде, форме оказываем поддержку. Кроме того, у нас есть объединение клуба по интересам. То есть человек вышел на пенсию, у него есть желание, потребность реализовать себя в чем-то, в каком-то виде творчества и так далее. То есть мы в этом ему помогаем. У нас 15 творческих коллективов. И опять же в зависимости от того, чем человек хочет заниматься, петь, даже желание петь, мы тоже делим его. У нас есть, например, концертный коллектив, академический хор ветеранов войны и труда, который имеет звание народный. То есть это такой полноценный концертный коллектив, они ведут обширную концертную деятельность. Но есть определенное количество людей, которые пришли к нам и сказали, мы хотим, мы любим петь, но не хотим выступать на сцене. Мы хотим вспоминать песни своих бабушек, дедушек, своей молодости. И мы были вынуждены создать клуб любителей песни. Это другое направление. Кроме того, у нас бесплатная юридическая помощь. То есть два раза в неделю, понедельник, четверг, с 9 до часу, любой гражданин имеет право прийти к нам и получить квалифицированную юридическую помощь. Это на самом деле очень важная помощь. И я, Ольга Николаевна, так сложилось, вас перебиваю сегодня весь вечер, но у нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Олег. Я ветеран, даю детям. Я периодически покажу лечение в госпитале ветеранов на 2-м партии. И в этом году я лежал в минуту в стонаре, буквально за год, за полтора, намного, очень намного ухудшились условия лечения. Там объем лечения уменьшился, обследование проходит очень мало. То есть врачи, я надеялся на этот госпиталь, проходил там обследование, то есть сейчас сбросили на поликлинике это дело. И вообще ходят разговоры, что это хотя бы закрыть этот госпиталь. А госпиталь ветеранов туда едут со всей области, там бабули, седули, которые просто не кладут в больницу, а здесь поддерживают здоровье. Ну и опять вот, мы более молодой контингент, который там чаще в дневном стонаре проходим. И вот эта забота о ветеранах разве, и всего несколько штук таких госпиталь по стране, реально ухудшается. Олег, скажите, пожалуйста, административный аппарат, а лечение уменьшается, объем лечения уменьшается. Я за полтора года, буквально, я прямо заметил, потисло это на себе. Да, мы поняли. А скажите, пожалуйста, до того момента, как все это стало ухудшаться, это давало вам серьезную поддержку в здоровье, да, такие? Конечно, серьезно. Во-первых, там только по синему полюсу, так скажем, по ОМС, я когда раз в год, например, проходил лечение, какое-то обследование проходило, но у меня же не пинает, там по кабинету поверили клиенту, в очереди. Да, хорошо, мы поняли. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Вам знакома эта проблема? Олег, это не ты первый такие вопросы задаешь, это мы уже этот вопрос обсуждали, но этот госпиталь никто закрывать не собирается, это на 22-м подсъезде он как раз есть, вот, но есть то же самое руководство, которое немножко сократило вот эти все количество дней находиться в этом, на стационаре, там было раньше 21 или 24 дня, вот где-то, но они уменьшились до 18 дней, на дневном, вот ты сейчас говоришь, якобы там до 12, до двух недель. Но вопросы по поводу того, что ухудшение обслуживания и так далее, этот вопрос уже стоит давно, и мы собирались, ветераны, это с Мастерковым Андреем, там это, ты прекрасно знаешь, это Афганец, он непосредственно, это боевое братство возглавляет, Чуйко Володя, Сережа Кривощоков, все, ну знаешь этих ребят прекрасно. И по поводу того, что скорее всего в этот госпиталь, ну просто как будет деликатся туда направлено и будут смотреть о работе и деятельности этого госпиталя, вот, и потом будут уже вопросы решаться более на высоком уровне, как это все устанить, что-то сделать, обновить. Я думаю, что все встанет на свои места, вот, ни в коем случае, мы как ветераны, участники, локальщики, я понял, что ты локальный воин, принимал участие, скорее всего, в Афганистане, вот. Вот, поэтому этот вопрос, он держится непосредственно, как говорится, на виду, ее никто не закроет, и я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решаться только в лучшую сторону. Владимир Николаевич, вопросы, вот, те, кто звонят, сегодня задают острые, наболевшие, и это понятно, людей это беспокоит. Вам эти вопросы хорошо знакомы? Скажите, пожалуйста, вот, вы сегодня говорите о том, что мы будем решать, мы обратимся, но, наверное, на протяжении предыдущих лет работы такие вещи случались. Скажите, вас слышат, удается, удается как раз вот переломить где-то ситуацию? Я понял, вопрос. Тут вопрос заключается в том, что, действительно, сейчас настоящий период времени, общественность, она очень котируется в обществе, и многие вопросы, которые решаются на уровне районов, городов, области, да и на уровне страны нашей, скорее всего, даже все вопросы всегда согласуются с общественностью. И плюс ко всему, я просто перейду немножко, как и тут политическая деятельность, вопрос заключается в том, что сейчас очень много власть передается в районы, в местные власти, это народные избранники, там это по 30, а то и больше депутатов, которые из нашего народа пришли. Я хочу сказать, не надо стесняться нашим всем жителям города, районов. И в первую очередь, те люди, которых мы же избирали, мы их избирали, чтобы они стали депутатами. Они же обещали нам, что будут решать наши проблемы. Они обещали, будут решать вопрос. Надо подходить, задавать вопросы. Что-то не решается. В любой момент общественность может принять очень плачевные решения по этим людям, потому что они давали слово, они клятву, как говорится, давали всему народу. Я думаю, не надо стесняться спрашивать их. Если они будут недостойны, мы с них спросим по-другому, и они уйдут с этих должностях, с этих, как говорится, потому что ветеранские организации, насчитывается очень большое количество людей. Я просто говорю, поправлю немножко. И Ольгу Николаевну. В городе 354 тысячи ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. Вот. Просто. Огромная сила. Одних афганцев где-то в пределах 8 тысяч человек, понимаете. Локальщиков, там это, я имею в виду, закавказцы, кавказцы, которые там были, там еще, получается, в пределах около 5 тысяч. Получается, очень большой регион наших людей, большое количество людей. И мы, как председатели, собираемся, заседаем, получается, протоколим. И на основании этого подписываются все председатели этих наших, как говорится, организаций. Это начиная от ветеранов вооруженных сил, которых командует генерал Шаповалов. Российский союз ветеранов, которых командует генерал, полковник Сергеев. Город, область, я говорю, там, это Сахаровская организация, тоже самое, областной совет ветеранов. Мы, это чернобыльцы, можно сказать, локальщики, мастерковщики. То есть вы предлагаете не терять инициативу? Да мы никогда не теряем инициативу. Если что-то не так, мы просто собираемся в своем кругу, в своем кругу. Поговорите и разойдетесь? Нет, так вот именно мы поговорим, запротоколили, принимаем решение, пишем письмо на основании этого, обращаемся сначала в самую низкую инстанцию, если человек не понимает, но дополнительно туда, туда, туда. И на основании этого нас приглашают. Мы начинаем разговариваться. Есть традиционный совет при губернаторе непосредственно, который тоже самое включает туда практически, я не помню, какое количество людей, около, наверное, 30 или 35 человек. Это самые крупные, это общественные организации. То есть отписками точно не удается отделаться власти? Никакие, нет, ничего. Там запротоколены, выставляются такие-то вопросы, на основании этих вопросов принимается решение. Примерно вот он задал вопрос по поводу этого госпиталя. Внесли протокол, записали такой вопрос, да, решили создать комиссию, на основании этой комиссии приезжают туда, смотрят, подтвердилось это? Это подтвердилось. И тогда уже с руководством этого госпиталя, какой-то поликлиники, это на основании уже непосредственно это, или школы, не имеет значения ничего. Общественность решает очень здорово. Я тогда попрошу нашего режиссера еще раз, покажите нам, пожалуйста, номер телефона вот этой активной организации, которая вопросы решает на самом деле. Это не моя организация, это мы все. Я всегда сторонник того, чтобы общественные организации работали вместе. Когда они вместе, вот человек, когда один, это одно, а когда сто человек, это уже хорошо. Как с тем веником, да, один прутик, который легко переломится. На самом деле всего минута до того, как мы попрощаемся. Уже все. Да, уже поговорили. Поэтому, может быть, что-то важное еще вы хотели бы сказать нашим зрителям? В любом случае, главное, чтобы человек в любом возрасте, пожилой, имеющий инвалидность и так далее, не терял интерес жизни и способность и желание решать что-то в этой жизни. Пойти куда, уже Владимир Николаевич сказал, в городской совет ветеранов, во дворец ветеранов, в совет депутатов. Главное, чтобы люди хотели изменить свою жизнь. И результат будет положительный. Я, да, спасибо большое. Я записала, Владимир Николаевич, прям вот вашу фразу. Жить, уважать, любить, защищать. Здорово. Ну, в общем-то, наверное, всем нашим зрителям и себе самим этого и пожелаем. Это был город С. Уже не дадим прощаться. С вашим мартом хотелось бы сказать. До свидания. С наступающим праздником же еще. Редактор субтитров А.Семкин